Добрый день! Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы на библейском портале Экзегет. Вы часто спрашиваете о том, действенно ли наша молитва об усопших, не является ли это просто благочестивой традицией, и какую пользу может принести молитва уже умершим людям, наша молитва. Дело в том, что у Бога нет мертвых и живых, и до момента страшного суда окончательное решение о участи человеческой души не вынесено. Поэтому точно так же, как мы молимся за своих близких, безусловно, начиная с самых простых молитв об их здравии, благополучии, успешности, всего того, что связано с этой мирской суетой, все-таки основная молитва наша и основная молитва Церкви — это молитва о спасении человеческом. Господь говорит, когда его спрашивают, что есть цель человеческой жизни, и что хочет Бог от человека, говорит, что цель Бога — это чтобы все люди пришли в познание истины и спаслись. Поэтому молитва Церкви в первую очередь об этом. Но это касается не только живых, но касается и усопших. Более того, за усопших в каком-то смысле, простите, удобнее молиться, потому что нас с ними уже не связывают никакие раздоры и распри и разность мнений, а только чистое и простое чувство. Мы можем в этой молитве очень многое исправить, потому что мы, как правило, остаемся в долгу перед теми, кто оставил нас. Это и долг любви, и долг внимания, и долг заботы. А может быть, это долг какой-то ссоры, действительно, какой-то неправды, которая была нами совершена. И вот здесь и таинство молитвы, и таинство исповеди помогут нам восстановить эти отношения между нами и ушедшим от нас человеком. Поэтому непрестанно надо молиться как друг о друге, точно так же и о усопших людях, молясь за них, как за живых, вкладывая такую же силу, а может быть, даже еще большую молитву за них, о том, чтобы Господь изменил их участь. И если их участь после смерти была ими достигнута и заслужена перед Богом как благая, то Христос говорит, в дому отца моего обители многие суть. И мы можем, ну уж так совсем грубо не буду говорить, как бы повысить, да, уровень их пребывания в небесных обителях, как бы насыщая его своим прошением к Богу. Вот. И молитва наша может действительно извести человека со дна ада, на котором он оказался в результате своих заблуждений и ошибок. И, конечно же, молитва Церкви, наша общая молитва, когда мы приносим Богу вот эту жертву сокрушенного нашего духа, не только о тех, кто был нам близок, но и вообще о всех тех, кто ушел, о всех тех, кого упоминает Церковь во время Божественной Литургии, заупокоенных служб и не только. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok